Больше 10 лет в Алматы не проводились сейсмоиспытания зданий, рассказала Томикен Бизнес, директор Центра сейсмостойкости Казнииса Жасулан Умаров. По его словам, всего с 2002 года в Казахстане провели испытания 17 сооружений, в том числе и жилых многоэтажек. Институт также провел паспортизацию строений. В документе указывается информация о перепланировках, ремонте и данные по несущим стенам. Кроме этого, паспорт здания содержит информацию о том, как может повести себя строение во время землетрясений и других природных катаклизмов. На сегодня электронные паспорта есть у 10 тысяч алматинских строений, в их числе школы, детские сады и больницы. По данным исследовательского института сейсмостойкости, в Алматы считаются панельные дома в спальных районах. И то при условии, что несущие конструкции в них не менялись. У нас, помимо всего прочего, есть еще стендовые испытания. То есть имеется в виду, у нас есть испытательная база экспериментальная, на котором есть двухэтажный экспериментальный стенд. И на этом стенде, естественно, заказчики уже испытывают какие-то определенные материалы. То есть на сегодняшний день, скажем, тенденция идет к испытаниям новых навесных фасадных систем. Сейчас в Алматы разрабатывается карта сейсморисков. В ней будут указаны районы повышенной сейсмоопасности, места расположения геологических разломов и прогноз последствий землетрясений. Продолжение следует...